Итак, друзья, Fly to Moon против Complexity, вторая карта, Epicenter XL, группа A, мы продолжаем смотреть за этим Best of 3 противостоянием, напомним, что Fly to Moon все же смогли выиграть первую очень и очень легко, ну и смогут ли они так же легко и припевающе забрать вторую, мы с вами узнаем прямо сейчас. Комментирую для вас это противостояние Retail и Lumisid. Даша, еще раз привет. Здравствуйте всем, и действительно мы встречаемся на второй карте Best of 3 противостояния. Здесь мы видим пики уже чуть-чуть посерьезнее, чем то, что было в прошлый раз, не зашло то, что пытались сделать Complexity в этот раз, и мы видим то, что они решили подрафтить уже более удобное, более привычное для себя, и мы видим уже Нагу и Пака, которые друг с другом хорошо синергируют, и хотелось бы какого-то демеджа под этот Dreamquill, который уже есть. Да, 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 нужно будет, безусловно, что-то такое придумать, что Финн залетает для Fly to Moon. Банальненько, но работает же, все-таки до сих пор души обузятся через Коги. И причем в предыдущем патче они очень любили так играть, практически все матчи, которые я заходил и попадал на Fly to Moon, смотрел их, они использовали данную комбинацию при любой возможности, когда им ее отдавали. Ну, посмотрим, смогут ли в этот раз действительно ее очень хорошо реализовать. Пока Complexity придумывает себе четвертого персонажа, уже имеется у них Рубик, Пак и Нага. Нага, скорее всего, это первая позиция, Пак может отправиться что в сложную, что на мидл линию, и появляется Лондруид, а вот теперь становится сложнее. Либо это Пак на сложную Рубик пятой позиции Нага фармить и Лондруид на мид, либо могут придумать что-то другое. В общем, вариативность в их пике присутствует, это уже очень хорошо, они путают не только нас, так же еще и своих оппонентов. Ну, мы уже видели Нагу Кора сегодня. Не мы, точнее, конкретно смотрели, но такая у нас игра уже залетала на эпицентре. Если честно, меня не особо впечатлило, но это мы еще посмотрим. Здесь все-таки, мне кажется, игра будет через саппортов Нагу и Рубика, Пак на оффлей, на Лондруид фармить, и на мид все-таки хотелось бы добавить что-то. Хотя вот сейчас можно еще Лондруида по старинке на мид поставить, а, допустим, на изи-линию взять гирокоптера, чтобы дэмэдж был под Дримхойл. Я его до сих пор не вижу в достаточной мере. Хотя, может, здесь дело просто в контроле, не более того, но, на мой взгляд, это потеря половины реализации этого персонажа. Ну, может гирокоптер хорошо зайти, действительно. То есть против СФ, опять же, соберет себе быструю БКБшку. Лишрак также продолжает неизменно залетать на первые пики. Это Лишрак пятой позиции. Лишрак, который действительно очень силен в этом патче за счет того, что молнии просто невероятно сильны. И тот же самый стан, опять же, хорошо работает. В общем, это тот саппорт, который все-таки может носить также еще и огромное количество урона. В итоге видим его, наверное, почти в каждой игре. Если посмотреть статистику по пикам этого персонажа, то я не удивлюсь, если там будет число около 80%. Судя по банам Fly to Moon, Пака все-таки видят они в мид и ждут оффлейна. Что, в принципе, тоже имеет место быть на данный момент. Посмотрим, как они решатся играть, потому что медовый Пак имеет ряд своих преимуществ. Это хороший заработок, это стабильный взгляд в будущее. Это Дагон, это Дискорд, скорее всего, который ему понадобится, если он сам солить свой Дрим Койл будет. Ну и Лондруид в хороших руках — это почти беспроигрышная стратегия. Это полное отсутствие возможности Fly to Moon свободно перемещаться по карте, когда дело уже будет заходить к заходу на хайграунд. И что можно сказать? Так выигрывали Сикреты, так выигрывали многие другие. Просто Сикреты запомнились больше всего на финале Дрим Лиги, который был полгода назад. Мейджора. И здесь главное — хорошо им свитпушить, вовремя ловить момент и, соответственно, прихватывать те линии, которые будут удобны. И это действительно медовый все-таки Пак, но мне нравится Underlord. Это Firestorm, в первую очередь. Знаешь, есть даже ощущение, что это может быть Пак-саппорт. Нага в легкую Лондруид на мид или что-то подобное. Вообще, Нагу также еще мы видели сегодня на мидл-линии. Против Shadow of Fienden я сказал бы, что это хороший вариант. С другой стороны, ну, можно что-то попридумывать. Хотя, да, Нага на мид против SF — это прям совсем-совсем не то, чего хотелось бы видеть. У нее ни урона нету, ни возможности хорошо против него стоять. Потому что урона у нее действительно с руки почти никакого. А вот Пак, учитывая то, что у него один нулик сейчас точно будет, и второй скоро дособерется, это хорошая перспектива. Долго держать SF без душ. Ну, тут уже как получится. Учитывая то, что Клокверк уже ему что-то набудит, SF придет не с пустыми руками. В общем, здесь мне Нага-четверка не нравится. Просто потому что очень многое будет зависеть от того, как она прокастует сон. И если это Нага-четверка, то она просто не успеет при том давлении, которое оказывали Flight to Moon в предыдущей игре, при том, как сейчас Flight to Moon пик, вот они опять же берут себе довольно-таки агрессивных персонажей. Наформить себе Блинк не успеет наформить себе просто те артефакты, которые позволят ей хорошо с этим сном войти. Под сон здесь отличная комбинация. То есть, да, ты уже говорила, Dream Coil, тот же самый Underlord может закинуть пару интересных вещей. Опять же, можно будет использовать сон для отхода, улетать на Dark Trift Underlord. И, в принципе, пик комплекции смотрится неплохо по функциональности, но посмотрим, каким же образом он все же будет выглядеть в конце концов. Зифрик садится все же на Нагу-сирену. Это Нага-саппорт четвертой позиции. Ну, я сейчас вижу здесь так. Flight to Moon душат, давят, заходят на хайграунд, Лундруид все это время сфлитпушит, потом Underlord прилетает туда на Dark Trift со всей командой и Разминтронами. Я надеюсь, что такая игра будет. И посмотрим, в чью она пользу закончится, потому что пик с каждой стороны интересный. И комплекции взяли то, что удобно им, то, чем они играют. И Flight to Moon поступили аналогично. Саленту отдали Разора. Разор тоже хорош в пуше, если он будет с агонимчиком. Плюс это еще присовокупляется к диаболикам у Лешрака. Ну и плюс там SF тоже не лыком вшит. Он что-то додобавить может. И поэтому я вижу интересную композицию, которая и способна быстро, хорошо засновуболить все драки. И также отлично справиться со спушем. И что ж, игра начинается. Flight to Moon против Complexity Gaming. Как ты думаешь, к чью ты сейчас обуваешься? Ну, я не буду переобуваться. Все еще больше нравятся пики. Flight to Moon больше не нравятся их исполнения. Комплексы прям совсем неподготовленными к этому турниру выглядят. Не то, чтобы их пики это высасывание из пальца. Но все же исполнение на прошлой карте тоже было не самое хорошее, как минимум, от Лимпа. Лимп мне прям вообще не понравилось, как это играл. На Квинув Пейн против Templar Assassin на милл линии. Подставлялся постоянно под все блейды. Постоянно, опять же... Было пара мувов. Точно было два мува, в которых он мог спокойно выживать. Но он поворачивался, начинал дальше драться с Templar Assassin. И в итоге отправлялся в таверну благополучно. Посмотрим. Посмотрим. Возможно, они реабилитируются. Было бы, конечно, очень неплохо. Всегда можно сказать, что у них замена, что они еще не собирались. Такое тоже может быть. Да, да. Это, безусловно, так. Все-таки с этим придется как-то тащить. Да, что придется делать. Айсберг наабузил. Это ты видела прекрасный клип про наших абузеров? Рухабов. Про Айнесса, что ли? Да. Ничего страшного. Каждый человек склонен ошибаться. Но здесь СФ не ошибся. И айсберг выйдет уже подкованный. Дэмэджа у него будет аж 68. Это достаточно вполне, чтобы достойно постоять на эфир. Руну отжал все-таки у Чейзи. Получилось это сделать. И в итоге Fly to Moon забирает себе здесь очень-очень хорошую рунку. Самое главное то, что она не досталась лишний раз команде. Ну что, давай смотреть на то, что здесь будет происходить в early game. Где ты ожидаешь экшена, где ты ожидаешь пирсблада? Ну давай посмотрим, что все-таки будет происходить по линиям. В основном Fly вместе с Silent отправляется на нижнюю линию от Razer вместе с Spiritbreaker. Противостоять ему будут Move вместе с Zyphreak. Это Naga Sirena и Underlord. Ну и на верхней линии No Fear, Non Grata. Очень сильная линия у команды Fly to Moon в данной ситуации против Чейзи. Ну, может быть не фирсблад, но убийство медведя может произойти на верхней линии. То есть мне кажется, что должны убивать Чейзи или должны убивать хотя бы медведя. Ну здесь тоже XP нужна. Все-таки тут подстанчик есть. Хотелось бы батарейки, хотелось бы там молнии добавить себе. Желательно не первого уровня. Но здесь тоже хорошая комбинация получается. Будет в любом случае Firestorm. Будет он либо под телекинез, либо под сетку. Поэтому я думаю, что дэмэдж там будет ого-го как летать. Ну а пока мы видим на миде христианское противостояние 1 на 1. Айсберг уже получил немного по лицу и отхиливается с фласочки. Ну, как ты видишь, по ласхиту пока у них ситуация равномерная идет. Данай пока айсберга... Ну, обеспечили ему более-менее равную ситуацию. Потому что у Лимпа там дэмэджа под 80, по-моему, с его талисманом. Хотя нет, сейчас вот он с одним только 70 себе практически набрал. Ну все, паточка очень большая, да. То есть паточка всегда был персонаж, который довольно-таки сильно пробивает тебя и с руки, и с рабы. У айсберга проблемы вначале с хитпоинтами действительно присутствуют. Ну, набирается потихонечку броня. Отходит айсберг даже под вышечку. Там получать все тысячи хочется все же с дополнительными двумя единицами. Внизу в это время есть статиклинг от Салента по Муу. Но это скорее статиклинг для того, чтобы отступить и здесь хоть каким-то образом выжить. Залетает также еще и Фэршторм. Ну, Фэршторм. Кстати, Фэршторм, который теперь работает только лишь по обычным крипам, по героям и по нейтралам. Но не по мега-крипам. Извиняюсь, не по мега-крипам, а не по Эншентам и не по Рошан. Так что Рошан теперь настолько быстро комплекции забрать с этим андерлордом не смогут. Ну, это вечная дилемма. Все такие способности, которые позволяли фарм из Эншентов и Рошана, они так или иначе все время фиксятся. То же самое было, помню, и с Некрофосом. То же самое было и с Тинкером. Поэтому здесь каждого такая судьба ждет. И рано или поздно этот фикс должен был пройти. И что ж, тут выход есть от Зифрика. Достаточно быстро он передвигается. Но Салента все равно не хотелось бы под вышкой ловить. А вот забрать очень хочется. А нечем ловить. Пока что нет сетки. Снейр появится буквально через одного крипа. И просто сейчас очень не сильно сливаются саппорты. Вот именно ресурс саппортов. Он убивается весь в хард-линию. Но при этом пока импакта незаметно. То есть убийств особых нету. Хотя вот по лосхитам приседать начал Салент. Но все-таки Разор это тот герой, который может вывести за счет своего стати клинка. Если хорошо откачать дэмэш, то и так подраться. То есть предметы ему дают много всего. В первую очередь выживаемость. Но в принципе, если он там не дофармил. Если это вопрос 10-20 крипов. То это вполне может ему позволить подраться и так в мидгейме. Мы видим, что нападение было небольшое. Ну не то, что нападение. Подфармил. Там чуть-чуть зацепил Айсберга. Айсберг опять просил ПХП. Постоянно обмениваются с пылами. Постоянно просаживают друг друга. И вот нападение сейчас уже пытались на науфир организовать. Но тут в одиночку практически Зефрик действовал. Только сейчас ПАК подтягивается с арбой. Ну и решил остаться на месте. Там крипы были? Не попали. Станом, к сожалению, по Зефрику. Так, Зефрик мог бы и умирать. Но все же... Ноуфир живет. Зефрик тоже живет. Ферзблада все еще не имеется. А значит, мой прогноз пока еще не опровержен. Ну и ждем. Ждем продолжения. На верхней линии Чеси все еще стоит один. И у Чеси все не настолько хорошо. Добито 13 крипов. Опять же, пробивает постоянно его медведя. Северджерор вроде как спасает. Опять же, потянется сюда плюс один персонаж. И можно будет что того, что другого юнита. Что главного, что, соответственно, побочного забирать пытаться. Салент. Проблемы. Неснэйр залетает. Есть, кстати, Клинк, конечно же, пытается хоть каким-то образом выжить. Но Телекинес не позволяет ему этого сделать. Он отправляется в небытие. Первая кровь все же пролита Зефриком. Комплексити снова делают Северджблад. Это ожидаемо было. Мы уже обсуждали то, что здесь максимум возможностей уколов держать под файрштормом любого героя. И они забрали нужного персонажа. Мешают фармить и, соответственно, портят жизнь Рейзеру. Посмотрим, как он из этого будет выруливать. Потому что так-то кэрри потенциал гораздо лучше. Комплексити смотрится. Но мне все равно не нравится то, что здесь вот эти два саппорта, по сути, пять минут практически простояли ради одного фрага. И при этом медведь у них явно страдает. На хосте бежит бешеная корова на фонтан. Потихонечку будет подхиливаться, будет возвращаться. Возможно, будет пытаться пробивать какую-нибудь импа. Так-так-так, а там наверху начинается бойня небольшая. Погрыз, погрыз немного Чейзи Нонграду. И тот был вынужден коги поставить, насколько я видел, у кого мани. Ну, корни уже работают. Действительно, начинают все-таки довольно-таки агрессивно использовать своего медведя Чейзи. И внизу есть телепорт, как мы видим, от Спиритбрейкера. Ну, Сайлент очень сильно пробит. Да, Сайлент надо чем-то отхилить. Все отхиливает в итоге флаской. И Сайлент должен продолжать здесь фармить Сайлент. Причем довольно-таки мало крипов добил на своей линии. 17 крипов добитых имеются. В то время как у Лондруида 21. И у Лондруида все еще даже более-менее неплохо, можно сказать, если сравнивать с Рейзером. Но Шэдоу Финн фармит прям очень хорошо, очень много. Там разгончик есть. Я слышала эти прекрасные звуки, но пока тут только Му-Му выцепили. Очень большие проблемы по ХП. Должны его добивать, это минус Му. И, правда, тут еще немного подловили Сайлента. Но Сайлент подгорел, но при этом не сломлен оказался. Сакса замедлили. Очередной раз. Разгон от Олвесу на Флая. Сакса пока что живет. Башки не работают. Спиритбрейкер должен ретироваться назад. Действительно, неплохо получилось. Забрали персонажа. И Сайлент, надеюсь, немного по деньгам выровнялся. Сейчас уже можно посмотреть на Нетворс. И я думаю, что это нам немного разъяснит ситуацию. Все-таки крипы это хорошо, но фраги здесь были сделаны в недостаточной мере. Но, по крайней мере, на важных героях, чтобы это прочекать. Так же, ну разный фрик подставляется. Получает стан. Как же хорошо отыграли в тему. Прекрасно все поняли. Ну, Сайл Вард. Просто за счет этого Варда сейчас получается сделать убийство. Используется смок для того, чтобы быстрее добежать до базы. Ну и все втроем дружно убегают. Регенятся. Если бы было чем пушить, наверняка сейчас бы комплексы пытались эту линию чутка подтолкнуть. На верхней линии в это время Чейс пытается продолжить фармить. И, в принципе, у него это получается. Никто ему вообще здесь не мешает. Ну, пока счет 2-1. Разгон для команды Fly to Moon не настолько велик, как на предыдущей карте. Но все еще все весьма и весьма неплохо для команды Fly to Moon. Ну, преимущества по золоту не имеется. Преимущества по золоту даже немножечко за комплексити. Но это не критично. Потому что там даже меньше тысячи. И седьмая минута. Наверное, Нетверса мы посмотрим чуть позже. А пока на нижней линии будет выход на Мул. Разогнался уже на него Уоллесон офлайн. Начинает высасывать урон Сайлент. Сонон Грата также здесь. Подцепил в Хоги. Есть, конечно, Инснер по клокверку ответный. Но очень много дамы разлетает. Так что сейчас еще и влетит все-таки Уоллесон офлайн. Не стоит про это забывать. Ну и Fly. Не, он подбышечки не забирался. Прошлый раз тут был Саксов в такой же ситуации. Он даже не под тавором совсем был. И казалось бы, там один как раз удар от Уоллесона флая привел бы его к смерти. Но он отменил. Так что в этой ситуации он тем более на мужика так вот под тавор идти не будет. Это не в его стезе. Ну и посмотри, топовый крипстат. Очень хороший отрыв от всех остальных у ССФ. И для СФ это действительно важно. Вот это герои Сноубола. Для него вынести деньги с Орли Гейма это основная прерогатива. Дальше уже будет очень трудно вернуться, если его загнобили в самом начале. И мы видим действительно этот топовый Нетворс с хорошим отрывом. Причем от собственного же Кэри. Там еще Лишар где-то страдает, погибает очень и очень сильно проседает по ХП. И наверху его Медведь почти догнал хорошо, размансил науфир. И в итоге это потраченное время от Медведя. Я тут правда еще. Сакс, а? Пытается хоть каким-то образом выжить. Все, но нет, его закрыли в Коге. Слишком много урона заносит Шидоу Финнс с помощью своего Шидоу Врейза. И в итоге отправляет таверну этого персонажа. Зифрик также дальше в погоне. Есть, кстати, Клинк Нонграда. Есть 6 уровень, но хукшот уже был использован. Ненснэр. Попытались на Сайлента. Сейчас накинут Сайленту. Ни в коем случае нельзя погибать. Но здесь на него уже навесили ультимейт от Пака. Пак пытается дальше драться с Нонград вместе с Сонтой Весвона Флаймс. И Фрика получается забрать. Нонград останется ли в живых в итоге. Айсберг. Айсберг вам выходит. Такой вышел здесь с Койлами. Не получилось попасть уже дальним. Средненький дает. Ближним уже добивает Крипчиков. Ну, делают вид, что так, в принципе, и было задумано. Размен 2 в 1 по итогу. Хотя еще не закончилось. Еще сейчас Койл закинуть. Было неплохо, но улетает Лимб. Да, здесь Лимба не так-то просто подловить. Не подставляется он под раскойловку. И это для него жирный плюс. Десятая минута. Активности как-то видишь уже по всей карте. Ну, вообще, как-то не очень получилось у команды Флайта Мун выигрывать этот файт. В итоге они, конечно, не особо-таки и много потеряли. Но, с другой стороны, опять же, можно было бы сделать чуть больше. Закрыл Клокверк своими когами. Очень сильно отзонил СФ. То есть Айсберг под Аркейн Руной — это просто машина, которая может убивать все и вся. То есть мы прекрасно видели, что он делал потом уже с паком вместе с тем же самым... С той же Нагой. Если бы он начал чуть раньше, получилось бы чуть получше. А он в итоге стоял за спиной и не мог наносить должный урон. Причем Айсберг покачал себе один из важнейших талантов. Плюс 8% к урону от способностей. И он теперь уже готов душить. Правда, желательно докупить бы еще, наверное, Блинк в его ситуации. Что-нибудь для драки хотя бы что-то случилось. Ну, знаешь, Юлу я что-то как-то уже давно не видела. Хотя и СФ тоже не так часто стал появляться. Да, решили его все-таки в предыдущем патче собирать больше в физдамагера. Залетает хукшот от Клокверка, но не попадает. И Монграда и Чейся откидывается с Эверш Рором. Ничего себе, очень долго живет. Корни, корни. Как же хорошо там корнями отзонили. Заметили, заметили Лондруид, он отправился в таверну. Также сюда пришел Зефрик. Пытается прибивать уже Нонград. Нонград поставил Коги, но это его не спасает. Хотя пока что уходит в леса и будет здесь жучить. Абсолютно спокойно спасается из этой ситуации. Зефрик очень много дэмэжа получил со стадик линка. И отправляется в таверну. Так же еще и Сакса. Зефрик пытается пробить. Зефрик отправляется в таверну. Да. Минус 2. Минус 3 в исполнении команды. Fly to Moon в размере только лишь на двоих персонажей от команды Complexity очень неплохо отыграли. 700 золота в плюсе оказались. Действительно, два саппорта, как саппорты Hardlane, вполне стоило того, что они сделали. Медведи забрали. Медведи имел хороший нетворс, на втором месте был. Но ты смотри, опять ситуация уже накаляется. И СФ оказывается просто впереди на тысячу целую по фарму относительно кора команды Complexity. Это просто не то чтобы безвыходная ситуация, но в прежнем патче. Я думаю, что Лондруид бы не особо печалился. Он купил бы себе Доминатор за первые деньги и на Медведя положил бы его. И в итоге ходил бы лесам по полям, по таверам, подгрызал бы немного и тут и там. А теперь уже хорошо так подфиксили Доминатор и покупать его. Вот вроде как и купил, а вроде как уже не так от него ощущается этот импакт. Да. Пока действительно честь не дофармливает. Пока честь не так сильно разогнана. И не настолько силен, как мог бы быть в прошлом патче. А с другой стороны, тиммейты пытаются пока создавать хоть какое-то движение на этой карте. Врываются! В Нонград. Нонград, конечно же, в Чейсе. Чейсе пытаются пробить. Чейсе, конечно же, разбирает Коги. Тут разгончик есть. Должны его не отпускать. Интимейт есть. Назерстрайк есть. И в итоге там Молвейс Монофлай добивает. Заслуженный фраг. И опять много денег с него достаточно огребли для такой минуты. И это очередная смерть. Так они и будут, скорее всего, его искать. Выискивать по лесам. Выставлять уже, я думаю, какие-то более атакующие варды. И просто нападать раз за разом. У них есть Клокверк с Хушотом через полкарты. У них есть разгон от Баратрума. Поэтому, я думаю, что проблем с такими вылазками у них не будет. Дэмэжа хватает. Спиртбрекер, конечно, очень далеко пинает теперь своим ультимейтом. В два раза больше. В два раза дальше. Как бы не пинать в ненужную сторону в некоторых ситуациях. Но мы видим, что используют все-таки Спиртбрекера команды. Поэтому не то, чтобы это был какой-то фикс. Это, наверное, даже в некоторых ситуациях плюс. Ну, посмотрим. Пока, ты видишь, Flight of Moon набирает себе 2000 преимущества. Примерно такая же обстановка была в прошлой карте. Но там получше дела у Салента шли. Здесь он действительно подотстал. Но, правда, учитывая то, что дела у комплекса еще хуже у их коров, тут уже не стоит расстраиваться. Ну, хотя тоже интересная, конечно, ситуация получается. Flight of Moon выиграли просто в Салат первую карту. Здесь они тоже пока начинают завоевывать преимущества. Если они выиграют первую встречу против не самого слабого на самом-то деле противника, хотя после решаффла уже трудно сказать. А кто может в группе быть слабее, чем комплексисты, на твой взгляд? Вот, если честно, не знаю теперь. Потому что многие такие вот раньше слабые команды пережили серьезные решаффлы, но от пейнов, допустим, вчера я ожидала большего. То есть там было вполне понятно, что ВП зароффлили немного в первой карте и проиграли. Но так-то там Виха хорошо бустанул команду. Но вчера что-то они как будто зажато себя чувствовали, что ли. То есть когда они играли квалы, они себя более развязно ощущали. Но, может, они не так стеснялись своего оппонента. Там все-таки в Южной Америке достаточно все плохо по коллективам достойным. А тут еще и как же ноуфира просто разобрали мгновенно. И Олвис, Онофлай, Незастрайк пытался скастовать, не вышло. Питов Мелис его встречает, и здесь уже стоит отойти подальше. И, что ж, одно убийство. Да, бежать. Просто бежать. Там же Дримкоил, Дримкоил где-то с другой стороны Дримкоил был скастован. И тут еще есть и Коги, там Кукшот куда-то полетел. Но это уже он, он, грата, на отход сделал. Но все-таки его все равно нашла, подловила. И Зифрик сейчас еще будет его ослаблять немного. Рептает, есть. Стики прожимает. Тут еще и Салент оказался рядом. Салент, и тут Салент уже быстро слишком потерял ПХП, чтобы продолжать драться. Олвис, Онофлай, видимо, свою жизнь отдаст за это. Есть корни, есть сетка туда же, и это слишком много урона. Это минус. Минус два. Комплексы, конечно, забирают сейчас двух персонажей. Получает за это довольно-таки немало золота. Но в это время Айсберг сломал Тирадин Тавар на мидл линии. И Айсберг вообще не участвовал в этом файте. Потому что прекрасно было понятно, что файт навязывается не в их сторону. Без Лешрака драться не хочется. Лешрак все-таки это персонаж, который слишком много импактов в драку вносит в последнее время. Это что те же самые Лайтник Стормы, молнии, что тот же самый Подстан, который может попасть по двоим, по троим персонажам. Но пока что-то не попадает. Его слишком быстро убили. Да, пока, кстати, не особо-таки попадает, это верно. Ну, здесь, ты видишь, есть Айсберг и вся остальная команда. Вот это по Нетворсам видно, по ситуации на карте. Ой-ой-ой, вот тут он подставился под раскайловку. Это первый его фейл такого рода. И скорость передвижения появляется у Айсберга. Сам он фармит уже Манта-стайл. Ну, вот это именно то, что стало появляться под конец предыдущего патча. Такая сборка через больше физдемэдж, как ты правильно отметил. Но здесь, я думаю, дело будет у него клониться к БКБшке. Далеко не от всего она здесь спасет. Слишком много контроля и через БКБ имеется, но лишним точно не будет. Тут Флай. Саксу попытался подцепить, но очень больно меня распалили. Типичный такой мув через телекинез и выраствует его. Разбега. Да, да, да. Кстати, теперь действительно можно будет попытаться на кого-то синициировать. Проблема в том, что ты забашить его не сможешь. Вот это не очень приятно. Ну и что ж, No Fear. Потихоньку подпушивает, опять же, middle-линию Lightning Storm. Есть также еще возможность взять Аркейн Руну. Аркейн Руна очень хорошо зайдет для команды Fly to Moon. Что Лишрак, что Шнуфинт в разы сильнее станут в файте. После того, как эту руну все-таки смогут забрать. Но она заканчивается. Не то чтобы заканчивается, она просто исчезает. И наверху появляется иллюзия. Ну что ж, комплексити собрались втроем на верхней линии. Будут пытаться, возможно, подпушить ее. Так Рубик полетел. Да, побежал, побежал. Причем такой интересный, видишь, впереди себя держит этот. Так, а тут уже успели Лимпа забрать. Это вторая смерть для него подряд. Очень-очень неприятно. А тут еще и Мишку подцепили. Мишка, бедный, страдает. Две трети хп потерял. Еще и замедлило его. Как же тут действительно ему больно. Ну там должны его, мне кажется, убивать. До последнего за ним идут. Ну там забирали этого медведя? Забрали. Да, медведя действительно отправился в таверну. Плюс 300 голды. Плюс очень немалое количество экспириенсы. Также для команды Fly to Moon. И Тернин Тавр на нижней линии они сейчас забирают. В принципе, им ты особо не помешаешь. Хотя с другой стороны, вот медведь уже потихонечку подтягивается. Есть также еще и медведон-крушитель. Медвед-демон. Да, ну вообще здесь, как ты видишь, у Fly to Moon такой пик, что хотелось бы им не затягивать. Да, очень глубокого лейта. Все-таки герои тут хорошие, конечно, с физической точки зрения. Но они хороши в нападении еще все-таки за счет своих способностей, скиллов, которые будут уже не так актуальны. Особенно, когда медведь расфармится и будет играть уже через мили форму и, соответственно, быть жирнее. Но пока он на Radiance фармит, дело идет туговато. Там он, как ты видишь, еще себе Sacred Relic не нафармил. Поэтому еще нужно постараться. Желательно спейс себе найти. Он уже понял, что в своем лесу не вариант находиться. Поэтому он начал гулять по линиям. Да, пока не особо-таки собранный медведь. Делает Radiance. Radiance появится очень скоро. И тогда можно будет уже пытаться сплитпушить хоть каким-то образом команде комплекции. Потому что их пик предусматривает сплитпуш, наверное, без этого. Только лишь за счет ультимейта Underlord. И с ультимейтом Underlord они очень многое противника могут показать. Очень многое могут противнику все-таки противопоставить. Да, но у Фит погибает. Лимб его забрал. Там еще разгончик был от Always on a Flyer. А он до сих пор есть висит. Слушайте, он тут, скорее всего, добежит и отменит. Вряд ли он тут... Да, действительно, он прямо на рожпите решил остановиться. И что мы видим? Восьмой уровень у Спирит Брейкера. Не качал еще свою ауру. Второй способности. И Чези... Ну, Чези мы уже смотрели. У него там Sacred Relic должен совсем скоро появляться. Но интересно, что будет собирать себе дальше. Я думаю, что все-таки БКБ Уэйсов появится. Он там Манту, по-моему, почти доделал, когда мы в последний раз его видели. 10 тысяч Нетворса. Просто огромный отрыв просто от второй позиции. А это Silent. И Silent ощущает себя здесь... Ну, не то чтобы некомфортно, но пока себя не проявлял. Так-так, вот тут поцепили Нагу. Нагу забрали очень быстро. Питух Мэйлис, правда, сильно тут настучал и по Айсбергу. Айсберг погибает также. Ну, и тут еще и Саксо пытается драться. Саксо погибает. Это минус 3 в размен на одного СФа. Но какого СФа? За него 500 золота получили. Не то чтобы очень много, но все же команда Флэйт Эмон должна быть из-за этого в плюсе. Но слишком маленький плюс. Да, действительно, за СФа дали огромную кольщу денег. Правда, непонятно, кому дали. Дали, я так понимаю, Паку. Ну, там его лимб забрал, да. И самое главное то, что Медведь был не у дел. Он ничего не получил. А это был основной лейт потенциал. Хотя недостаток денег у Пака тоже сильно заметен. Он просто на 4000 золота отстает от своего оппонента на линии. Это действительно очень сурово. Учитывая то, что ни одного серьезного артефакта не появился у Пака. Хотя самое главное, самое серьезное для него это Блинк. После этого Юл Септер. Но здесь он решил сделать вполне разумный перерывчик на Дискорд, который медленно слишком появляется. Ну, вообще, для него, мне кажется, никогда не поздно. Учитывая то, что измененные бонусы за характеристики дают о себе знать. Это увеличение магического демеджа для нитовиков в повышенной форме. И, что ж, ну, Доминатор тоже свое дело делает. Здесь Регенищ и Крип ходят и помогают пушить. И тут уже подпался немного и Нонград. Поставил на питов Мелисе. Думаю, ему этого хватило. Но засада здесь такая планируется. Как ты видишь, Флай. Как-то он тут интересный реализовал. Крип обступнулся и все. На этом остановился. Ну, Тердин Тауэр хотят все-таки хоть каким-то образом заденать Флай Туму. Но, если он на Флай, будет ли пытаться выходить и хоть каким-то образом драться. Закидывают в него Инснэр. Отправляется в таверну очень быстро. Монград также получает еще и арбу. Врывается сюда Рейзер. Используется Сонадзи Фрика. И уходят. Уходят игроки команды комплексити. Нужно бежать. На Дарклифте все ушли. Отлично. Сыграно. Потому что сейчас могли бы быть огромные проблемы. Рейзер уже подтянулся. Тот же самый Нойт Фир. Тоже подходил рядом. И готов был закидывать молнии стан. Салент. Есть и Усептер. Сакса. Ну, тут уже Спит оф Мелисонт потяжелее дело стало. Еще и попался. Еще и погибнет. Сейчас это как же так получилось. Это под загул был. На самом деле, действительно, пошел не очень разумно. Под Шрайн. Под Вражеский. Без Вижена. Безо всего. И Айсберг. Айсберг сейчас тоже, видимо, пострадает. Лимб есть. Уже залетает. Но там у Лимба нету Дримхойла. Поэтому рассчитывать на продолжение нельзя было. Мне кажется, кроме того, что залетает, залетает также еще и Вилат. Можно Вилат немножко потише? Пожалуйста. Ничего страшного. Это только атмосфера добавляет. Это прям кураж, ребята. У нас за стенкой Вилат. Мы его слышим. Я думаю, что вы тоже слышите. Это то, что происходит на соседней игре. Вы можете смотреть игру в игре. Как вы понимаете, вы смотрите и думаете, что Fly to Moon против комплексти. А на самом деле, вы смотрите на Вилат. Они же еще не закончились, да? Там третья карта была. Вполне возможно, сейчас именно третья карта и происходит. Что ж, Чейси. Чейси летит на мид. Пока Медведь здесь сплитпушит. Медведь с Рейденсом. И, в принципе, довольно-таки неплохо линию может подпушивать. Но Лимб. У Лимба откодешился ультимейт. И очень правильно делают комплексы. Они сразу же после того, как появляется Дримхойл, будут пытаться навязывать драку. Они могут это делать. И они действительно будут такие драки выигрывать. Пока нужно цеплять. Нужно цеплять любого персонажа, которого увидят. Но Грата должны были сейчас заметить. Врывается Лимб. Сразу же используется ультимейт. И Клокверк отправляется в таверну. Абсолютно без шансов. Закрыл, правда, своих оппонентов Коге. Но рядом никого нет. Поэтому никто даже подстанту додать не сможет. Был бы рядом какой-то Лишрак. Конечно, было бы быть красиво. Какой-то Лишрак. Но его в игре совершенно не видно. Сайлент опять попался. Ультимейт есть. Саксо просто ценой своей жизни, видимо, решил накинуть на него этот телекинез. Есть силу Септер, но это ему жизни никак не предаст. Правда, Саксо погибает. Размен, правда, не очень хороший вышел. Лимб. Лимб. По нему разгон был. Но Лимб это все дело успешно заявил. И ультимейт от Айсберга. Как же много было потрачено. И Лимб сейчас уйдет отсюда победителем. И еще идет подкрепление. Комплекси Тиму. Есть Питов Меллис. Подцепились здесь Айсберга. Но за счет Манта Стайл справляется с этой ситуацией. Все равно печальная потеря. Очень печальная. Ноу Фир. Пожалуйста, попади станом. Я умоляю. Так, Зифрик. Вот сейчас Том попал. Отлично. Зифрика забирается. А Зифрика все-таки зашел, опять же, слишком далеко после этого файта. Не совсем понятно зачем. Но он из Артстрайк на дело потратили. Так, дальше врываются. ФТМ на Чейси. Будут ли пытаться забирать. Но нет, нет, нет. Дальше не пошли. Имеется уже ультимейт у Пака. Очередной раз можно будет поставить Дримкоил. Можно будет заиницировать. Весьма-весьма неплохо. Комбинация под Дримкоил имеется. Нужно ее реализовывать. Без Наги, конечно, не настолько хорошо. Но что-то, что-то придумывать все-таки надо в этой ситуации. Нельзя давать противнику давить по этой линии. Забирают, правда, в это время. Волка. Очень быстро разобрали. 200 кал-то получают. При этом еще не принимались за Рошанов. Что хочется отметить. Игнорировали их пока что в этой игре. Но ни один из коллективов пока не способен его забрать достаточно быстро. Чтобы быть уверенным, что это будет бескровно. Ну и пока обрастают комплексы аурами. За счет первую очередь андерлорда. Ой-ой-ой. Подцепили Сайлента. Есть по нему Адаму Дримкоил. Также Телекинесса. Как же много магического дамеджа влетает. Это просто нечто. И Разур уходит в таверну. Так, наверху проблемы. Также могут быть еще Лишрака. Лишрака подцепили. Лишрак получает анснейр. Под питов Мелисом. Врывается, правда, Нонград. На развороте будет пытаться проявлять Зефрик. Зефрик пока что живет. Есть Блэйд Мелл. Был бить совершенно. Не хочется Клокверка. Му также очень сильно просел. Как же надамажил Нонграда. Точнее, извиняюсь, ноуфир в этом файт. Мы можем просто посмотреть, открыть и увидим 2000 от Лишрака. Там, видимо, у брата Румы на один башек урона было. Судя по тому, что там показывала эта диаграмма. И Лишрак, видишь, решил заделаться здесь уже в кэре. Там, по-моему, Бладстоун он себе собирает, да? Да. Там соулбустер потихонечку собирается. И что мы можем заметить вообще по сборочкам? Наконец-то у Пака появляется Вэлл в Дискорд. Ну, мы вообще его видели уже в действии. Так что это вопрос достаточно давний. Интересно, что делает СФ. Есть у него БКБшечка, будет Пика. Интересно. Пика у него тут так-то тоже маны достаточно много будет откидать. Но он готов к этому. Тем более, что это лишний сейв. До сих пор СФ остается достаточно тонкий. Но физики не хватает у команды комплексити. Но зато хватает контроля через БКБ. Я думаю, что этим они скомпенсируют ситуацию. Да, нужно как-то выбираться из корней. Поэтому, что Дуфин безусловно собирает себе данный артефакт. Ну и далее. Дирадин Тавр начинает ломать Flight to Moon. И, кстати, вот по поводу Форстафа. Да, Форстаф сейчас сделали намного менее приятным артефактом. Он и дороже стал, и, конечно же, стоит больше маны. Ну, отменил Дархгифт. И выходит сейчас прямо в руки Ноу Фира. Есть и у Септера, есть ультимейт от Ноу Фира, который постоянно поддамаживает. И Сален сюда подтянулся, и Пит оф Мелис его уже не спасет. Вот и закончилось это все. Знаешь, такое ощущение, что он не сам, возможно, отменил, а просто телепортировался на Крипа, который все же умер. Но в это время попытались зайти на хайграунд по нижней линии ребята из Комплексити. Пытался там медведь хоть каким-то образом поспитить. Залетает пока по нему Затан. И 300 голды будет ли? Отлично сейчас уезжает. Можно попытаться сейчас законтролить Клокерка вместе с тем же самым персонажем, который прямо сейчас может такими темпами умереть. Это был Спиридбрейкер. Спиридбрейкер отправляется в таверну. Очень интересно расставил приоритеты Пак. Он пошел через Дримкоил забирать именно Ноу Фира. А тот действительно с хайграундом мог навалить очень и очень значимые. Эти молнии, которые он мог выдать под станы. И вот в правильной последовательности разобрались. Тут еще и Саленс по двоим. СФ уже получил, но больнее оказалось Клокверку. Зифрика поймает Ли. Зифрика, он никак не может спастись. У него уже нету сна. Но на себя любимую, ну, вязать это, наверное, слишком жирно. И в итоге для него это смерть. Но размин очень хороший для Комплексити. Мне кажется, по деньгам вышел. Но сейчас уже не показывают, как обычно Файтерка поделился на части. Ну, они забрали Тир-3. То есть это самое главное. То есть даже если бы они сейчас отдались вдвоем, втроем, вчетвером и, может быть, даже в пятером, я бы сказал, что все равно это размен в их пользу. Потому что они подпушили. Они справились с поставленной задачей. Зайти на хайграунд. После этого они уже смогут зайти и ломать также бараки. Делать так, чтобы линия пушилась. Это уже даст им огромное преимущество. Учитывая то, что Андерлорд очень хорош в нападении. Ровно так же, как и при дефе. За счет этого команда Fly to Moon все еще не может зайти на хайграунд компонентом. Ну, Fly to Moon, я тебе скажу, очень далеки от этого. У них только одна Т2-вышка снесена. А вот комплексити начинает поджимать. И учитывая то, что более-менее реабилитировался Чейзи. Да, у него остается 5000 отставания по Нетворсу. Бедный медведь, получается, по хвосту себе. Тут еще у вас Fly, Чейзи, разбег сейчас будет. А дальше будут ли за ним идти. Так, тут у страха есть. Салит нападает на Чейзи. Начинает его фокусить. Очень хорошо статиклик здесь заделывается. И поэтому дэмэджи должно хватить. Погибает Чейзи. И это минус. Тут мог игру сделать. Но он до сих пор может это сделать. Потому что ему не так-то много нужно для того, чтобы начинать свой противный сплит-пуш. Комплексити собираются по нижней линии. Такое ощущение, что они собираются действительно пушить в этой ситуации. Салит уже использовал свой ультимейт. Он, собственно, на Fly также не побрезговал кнопку R в предыдущем файте. Может быть не R, может быть какая-то другая у него забинжена. У меня, например, пробел. В это время заход на Рошана от команды Fly to Moon. Начинает его очень серьезно пробивать. И действительно такими темпами очень немало дэмэджа могут не с ней залетать сюда. Правда, в это время еще и Нага. Есть важная информация, что нету сна и что нету медведя. Этого более чем достаточно. Аргументные аргументы для того, чтобы идти сносить Рошана. И они этим и занимаются. А Егис, я думаю, Сэфу без вопросов должен доставаться. Пока не наиграл на него Сайлент. Немного у него остаются проблемы и по фарму. Просто в два раза меньше, чем Айсберг нафармил. И здесь от его смерти, я думаю, импакта много не будет. И Fly подцепили. Fly очень плохо пошел обратно. Не понимал примерно, где находится команда Complexity. В итоге подцепили очень быстро. Разобрали, конечно, за счет телекинезиса, за счет того же самого Фэршторма. Дэмэджа весьма немало. Но в это время Complexity не смогли не противопоставить оппоненту хорошую драку на Рошане. Не смогли, опять же, они за эти нахигграун поломать какой-нибудь барак. Просто за счет того, что линия была отпушена. И здесь стоял No Fear. На No Fear выглядит довольно-таки угрожающе, как минимум для крипов. Крипов он забирает буквально снова прокаста без проблем. И ждем, ждем продолжения. Комплекситы играют очень агрессивно. У них три варда стоят, и три варда находятся во вражеской половине карты. Да, и ты видишь очень удобную обстановку сейчас для того, чтобы все Complexity продолжали кучковаться внизу, а вверх при этом пушил Медведь. Ты видишь, он уже подталкивает линию, правда, перешел в леса. Давай посмотрим, что он нафармил. Вот я вижу, что Пак Аганим планирует, но будет ли Аганим так, правда, влетать сейчас в... В кого там влетают? Сон, Зифрик, Зифрик спасает свою жизнь, и не только свою. Лим, перетягивается сюда еще и Рубик. Есть и у Септера, Андерлорд. Правда, подстанили его здесь, хорошо пробивают магическим дэмэджем, и это очень быстрый минус. И Пака, видимо, тоже здесь будут забирать. Остальные все спаслись, и это самое главное. Да, забрали Сайлента, отправили в таверну Рубика вместе с Андерлордом. Это третья позиция и пятая команда. Комплекс, не то чтобы самые сильные герои сейчас отправили в таверну. Блин, блин, блин. Незерстрайк есть? Нету. Нету Незерстрайка. Ну, Блинк. Блинк, да. Тут нет просто возможности его подловить в плане контроля. Не было его остановить. Давай посмотрим все-таки, что у Медведя, что у него в мишке лежит. Как он решил браться за дело? Через Аганим или через Кирасу сначала? Через Кирасу. Хорошая ситуация для Пуша со своей командой. Это отличная возможность быстро сносить вышки на ХГ. Ну, и с Плитпушем также заниматься. Потому что сейчас вопрос сплитпуша для него не так консенсиален, как, допустим, вопрос того же самого, ну, файта, наверное, с тиммейтами. Там еще, правда, драка завязывается опять, и пока забирают. В этот раз флайту Муну отыграли на полную. И 21 тысяча у Айсберга. У него много денег, много возможностей, но при этом он с этими возможностями мало что делает. Ну, Айсберг. Значит, надо пробивать Тир-2. Очень много там уже с руки у Айсберга имеется. Опять же, про каст. Это тоже весьма-весьма силен. Очень вскользь в файтах появляется. Ясное дело, что он за свою жизнь переживает, что его смерть многое может значить. Но вот теперь начинается выходить полную силу, а там Сайлент опять погибает. Да, забрался все-таки его Чесси. На верхней линии они один на один попытались подраться. И в итоге отправился в таверну именно Сайлент. Причем Чесси вообще фуловый. Ну, и пытаются зайти на ХГ. Пытаются зайти на ХГ Флайту Мун. Сломали Тир-3 Тавр практически полностью. И, в принципе, очень даже неплохая практика получилась для них. Ну, время есть. А Ейгис есть вроде как. Давай посмотрим на всякий случай. Да, все на месте еще. И будет делать себе Деидалус. Предмет достаточно недооцененный, наверное, или просто упавший в глазах профессионалов очень сильно с тех пор, как появился Блаторн. Ну, здесь, кстати, тоже Блаторн мог бы много грязи сделать. Но, в принципе, чем больше демоджа, тем лучше. Ну, Айсберг потихонечку фармит лес. Делает себя следующим артефактом. Деидалус. Деидалус появится, причем уже очень-очень скоро. Прямо сейчас может купить себе демоны от шеи. Он будет иметься. Бабочка с следующим артом. Ну, если честно, мне кажется, что здесь с большой вероятностью проиграют все-таки Флайту Муны. Очень нехорошие на вот именно лейт попозже. Да сейчас не ясно вообще, кто проиграет, кто выиграет. То есть можно сказать, что у команды комплексити, да, действительно, лейт весьма неплох. Но сейчас имеется 7 тысяч преимущества у Флайту Муны. Это, конечно, немного. Это вообще не преимущество, я бы сказал, сейчас, потому что отыгрывается буквально за один файт. Здесь еще проблема в том, что Пак еще не начинал полную силу собирать деньги. Ой-ой, Пак увидел хорошо. Дримгойл поставил сразу же. БКБшка прожимается от Сайлента. Сайлент пытается пробивать Саксу. Конечно же, рвет Дримгойл без опасений. Потому что Акадима все еще не имеется. Врывается дальше Нонград. Начинает пробивать Лимпа. Лимп пока что уходит в шифт и будет пытаться жить. Айсберг сража откидывает Сайллом. Но Лимп уходит. Лимп никуда не ушел. Отличный Незерстрайк по нему от Олесона Флая. В итоге минус 2. И Байбэк и Ценага. Прекрасно понимаешь, что здесь ничего. Ой, изи фрик. Ой, изи фрик. Ой, изи фрик умер после Байбэка. А нужен был Сон. А Сон больше не прожмут в этой драке. Лондруид, какие же сейчас проблемы у команды Комплексити. Пытается увезти Андерлорд. Андерлорд увозит в итоге своего тиммейта. Но очень многое они потеряют после этого файта. Потеряют как минимум Тир 2 Тавер. Скорее всего будут пытаться заходить на хигграунд. Флайд у Мун. Ну здесь действительно проблема была изначально. На каркала ты, на каркала. Не то чтобы я каркала. Мо, Мо. Я за своих-то топлю все-таки. Мо очень быстро минус половина ХП для него. Медведи выцепили в Коге. Но Чезис сам при этом смотрит на все это дело. Заканчивается Аегис. Могут и на бараке сейчас попытаться понаглеть. Но заканчивается БКБшка. Опасно. Нонграта еще и прижимают там барабанщики. Как же поступили сейчас Айдзерга. У него проблема. Порвал Дрим Койл. Есть Питов Мелис. Должен его забирать. Это минус. Должен быть стрик. Минус стрик. Как же он сейчас очень на тоненькую патасу уйти. Но Фейтболт его настигает. Нонграта должен быть очередной жертвой. Обходит потихонечку Коги. Му. Есть Файр Шторм. Есть у него... Питов Мелиса видимо нету. Я не вижу как у него там всплыло в кулдауне. Видимо Нонграта. Нонграта уходит просто на хуке. Отличная работа у него через хукшот. Должен спасаться. А там наверху тем временем еще и Ловесу на флайп отпушивает верхнюю линию. Да, есть от него разгон на низу. И пытается хоть каким-то образом Зефрик его остановить. И получается это сделать. Использовал в итоге Сон. 120 секунд кулдауна запустил. Стоило ли это того? 3 секунды еще Ловесу на флайп до того, чтобы разбежаться очередной раз. Не получается этого сделать. Потому что получает Энснер в лицо. И в итоге действительно отправляет Сафтэр. Но что более важно, что у Финда не будет еще 60 секунд. Он время выиграл. Он достаточно много времени выиграл сейчас с этими мувами. Ловесу на флайп. И просто еще нужно потратить также это время, комплексити, чтобы довести крипов до хайграунда. Желательно отпушить от своих хайграунда все стороны. И только после этого как следует заходить. Но там не очень удобно с Аегисом получилось. Он не посреди файта закончился, но все равно в неудобный момент. И вроде как и выиграли файт. Вроде как выиграли деньги. Забрали также до тревышку. Но у Фира опять попался. Но у Фира должны подгрызть. Но просто не хватает на него контроля. Не получился зацепить Анонград. Это сейчас еще и в Хоге закрыл. Очень хорошо Рубик. Как бы стукнулся о Хоге. Но все равно уходит через Форстаф. Все-таки Форстаф остается хорошим спасением. Несмотря на свою цену. И тут еще и начал Лишрак опять страдать. Вышел на него с другой стороны. И теперь же через сетку вы должны забирать. Должны Даркрифт, Отму. Что ж, это минус саппорт. Без него будет тяжко на самом деле. Много демеджа давал в файте. Да, это такой саппорт, который уже перепрофилировался в героя, который наносит большую часть урона в файте. То есть сейчас опять же 2-300 имеется. Ну вот опять выигранный файт, проигранный файт, выигранный файт, проигранный файт. И просто комплексити очень выгодно затягивать. У них есть чези, которые дают тебе, ну просто в лейте 12 слотов, если понадобится. Ну уже давненько не собирают так, но все-таки есть в случае чего шанс. А вот тоже касается Пака. У него появится на 25-м талант, дающий ему бесконечные возможности в силу Бэтмена, в силу денег. И он будет уже покупать себе Хексы, Дагоны. Я думаю, пока у него Шива была, но я думаю, что сверху ничего не помешает этому Хексу появиться. И он сможет просто только после этого начать наконец-то жить полную силу. Флай здесь, правда, подцепили Флайн ее. Находился не в том месте, не в то время. Тут слишком много героев команды комплексити, в итоге его все-таки смогли оприходовать Олимп вместе с Саксой. И 45 секунд не будет, опять же, команды Флай ту Мун в полном составе. Нужно драться 5 на 5. 5 на 5 они действительно могут противопоставить оппоненту очень много. Но пока, ну не выходят, то есть отдаются как-то по одному. И вот сейчас, опять же, комплексити могут навязать драку выгодную для себя. Му идет, должен увидеть Сайлент и Нолфира. Цепляет лишь Шрака вместе с Разором. Зифрик сразу же откидывается Инснейром. Ризер теперь будет попадать под раздачу, будет отправляться в таверну. Очень большие проблемы у Сайлента. Сайлент пытается хоть каким-то образом жить, работает. Сайлент очень толстый, Сайлент оказался в итоге все-таки выживает. Нонград отлично подсейвил. И не потеряли. Ну, тут не только в Нонграде дело. Хороший мув через елочки. Хорошо вывез на мувспиде. Ну и там после этого уже появились и коги на перерез. И все равно, флай ту мун сейчас уже начинает все больше и больше ощущать напряжение. Зажатость на своем хайграунде. Но Медведь тоже себя как-то на самом деле полную силу не проявлял. Разор делает себе Кирасу. Как ты видишь. Ну, это возможность хоть как-то пробивать, не через магию Питлорда. Мы видим, Андерлорд очень-очень жирно в этом файте смотрится. Но вообще, на самом деле, он в иных случаях был бы и вовсе не пробиваем. А тут хоть как-то в магии с ним управляются. И что ж, видим, Клакверк тоже себя гонимчик делает. Хукшот через просто всю карту. Это того стоит. Учитывая то, что с Виженом здесь агрессивно играют флай ту муны. Ну да, и кулдаун, конечно. Все же лишним не бывает для команды флай ту мун. Итак, мув. Откидываются. Ой-ой-ой, неплохо. Мув попытались зацепить, работать также еще и... И сон от Наги. Сон от Наги. Неплохо. Ризер. Только лишь один в БКБ. Нужно просто его сейчас по-быстрому зафокусить. Но Сайлент слишком плотный, слишком бронированный. Врывается также еще и с Дримкойлом Бак. Бак пытается понастреливать кто-то с какой-то стороны. Пока что сам не показывается ни с каким образом. Ну и начинает Спиритбрейкер уже потихонечку разваливать. Спиритбрейкер попытался каким-то образом зацепить одного из персонажей оппонента. Саксов все еще живет. Умирает Спиритбрейкер. Пытается жить Рейзер. Рейзер довольно-таки сильно горел до этого. Но сейчас Сайлент уже живехонек и в безопасности. В токе опять же минус два. Минус два саппорта. Очень удачный файт. Это очень важное уточнение. Хотя у саппорта науфир это посмотри сколько денег. Небольшой соло, да. Там пока еще влетает. Хукшот есть. А Саксы очень хороший. Тут ультимейт от Айзберга. Они вдвоем пока оказываются. Но как же сильно Айзберг пробивает. Диффер просто погибает на ровном месте. Еще и можно забрать с собой Рубика Саксы. Саксы сейчас уходит на Форстафью. У него получилось это сделать. Вот Мегвит начинает играть. Здесь Нонград. Нонград сильно потерялся по ХП. Должен уходить отсюда, пытаться через елки Манси. Хорошо. Как же тут хорошо попался Айзберг. Но Питух Мелли снимает себя. И тут уже подходит Салент. А вот Салент в шутке плохи. Сейчас начнет откачивать дэмэдж от кого. От Чейзи хочет. К нему прицепляется. А Му Бакару тут разделывает. Как же больно-то ему. Му рассыпается. Это минус Му. А Чейзи-то еще никто не отменял. Хотя догнать его еще нужно. Он бежит уже у вас он офлайн на всех поршнях. Который байбэкнулся. Он бежит. Он бежит. Он бежит к нему наверху. И тут действительно Чейзи. Угрызается. Медведь-то почти мертвый. Медведи забирают. Это золото для Айзберга. Тут хорошо подрались. Не решил дальше идти. Сэв понимает прекрасно, что телепорт пить уже не получится. И в итоге, да. В итоге действительно сейчас Лайд Мун опять же выигрывает для себя за эту драку около 2000 по золоту. 32-24 счет на этой карте. Ни о какой односторонней игре речи идти даже не может. Ну и 40-ая минуты игры. 10 тысяч преимущественно на 40-ой. Это опять же не особо-таки о чем-то говорит. Да, это говорит о том, что хоть какое-то преимущество имеется. То есть оно уже все-таки чувствуется. Но отыгрывается буквально за одну драку. Если комплексы удачно ее проведут, то все может свести себя к нулям. Но что более важно, в Лайд Мун заходят на Рошана. И имея Айегас на том же самом Рейзере, они смогут сделать очень многое. Салента не получается убивать уже второй раз. Смотрят, Роша, Сон от Наги врывается. Клокер хоть каким-то образом пытается не отдать. Айегас нужно забирать, забирать. Все-таки Зифрик этот Айегас. Но не получается забрать сыр, насколько я понял. Или сыр тоже забрал, сыр тоже забрал. Боже мой, что произошло. Самое главное, что не отдал Айегас. Если сейчас погибнет два раза, это не важно. Это самое главное, что айсберг не получился. Как же хорошо отыграл Зифрик. Зифрик просто боженька. Богоподобный мув от него. Сейчас команда Flight to Moon потеряла очень многое с этим Рошаном. Рошана, конечно, все же они забрали. Но Айегас забрать не получилось. И причем Нагата кастует свой ультимейт не так быстро. Поэтому прямо перед тем, как Рошан умер, Зифрик прокастовал свой ультимейт. В общем, очень круто. В слепой зоне, очень таймингово получилось. Айсбергу не досталось. Айсберг достаточно жирный, особенно с Сатаником, который он себе уже взял. И вот в прошлую драку Айсберг засолил. Тут нечего сказать. Просто действительно Айсберг, там еще немного импакта от Спирит Брейкера было. И дальше действительно дело за тем, как будет тащить Айсберг. Но, правда, немного здесь выглядит уже не к месту. Разор, у него нет ни жира, чтобы сейвить Айсберга своим передовым положением. У него нет особо дэмэджа. Со статик линком тоже не всегда работает. Вот там Файт, когда был на топе около Т2 вышки, и накачал вроде как по 300 дэмэджа. И все равно это ему особо ничего не дало. Никого не забрали. И вот получается так, что игра строится исключительно вокруг СФа. И святая задача комплексити – это забрать этого СФа. Потому что пока он как-то здесь постоянно на удачу уходит. Медведь. Двигаются колл. Пытаются пока что хоть каким-то образом линию отпушивать. Им это сейчас жизненно необходимо. Тот же Медведь. Ну вот Медведь, правда, не всегда летает по всем линиям. Да, это был второй Рошан. Там не было рефрешер Шарда. Если был еще рефрешер Шарда для Наги, она бы прожала его, прокастовала еще один СОН. Да ну зачем? Это было бы слишком. Она могла умереть, ресснуться и за вкусом прожать его уже где-нибудь в драке. А пока есть смоки, отколов они выходят. Вообще, так-то они неплохо должны выходить. Но на хайграунде Вар стоит интересный. У Флайту Му спалили Му. Спалили Му, его видно. И залетает там с Дрим Хуэллом. Отлично работает. Сейчас уже забили СФ, и запрожимает БКБ. Зали тоже под БКБ. Чейзи, Чейзи оказывается у бисцентрифайта. Ну какие же проблемы сейчас у Айсберга ПХП. Хотя живет, отхиливается Сатаника. И сейчас забирает уже первую жертву. Му также погибать должен. Но песня от Зифрика немного портит ситуацию. Но самое главное уже сделали. Убили Лондруид. Лондруид без байбека. И это значит, что он можно двигаться дальше. Могут не знать о том, что он без байбека. Могут в принципе двигаться дальше. Для того, чтобы сбить этот байбек. Но сейчас может быть критическая ошибка от команды комплексти. И бараки 100% упадут при таком раскладе. Ультимейтов не имеется. Ресурсов для драки вообще нет. 24 секунды до Дримкойла. Поднимают в Юл. Му, в му, врываются. Есть подстан. Неплохо. Прожимается Блэдмейл от Клокерка. Клокерк будет пытаться зонить здесь своих оппонентов. Коки уже прожаты. Надо пробить барак. Надо просто сломать барак в этой ситуации. Лишрак все еще стоит. Лишрак все еще хилится. Пытается пробивать. Хоть что-то сделать. Айсберг последняя тычка залетает. Также еще и по Рубику. Рубик отправляется в таверну. Что-то Финн продолжает непристрастно ломать бараки. Подхилился от крипов. Поэтому еще дает себе немного времени жизни. Рвет Дримкуэлл. Но он оказывается в безопасной зоне. А Уллесу на Флай выигрывает время. Отлично. Отлично поработал саппорт. Спасает жизнь своему мизеру. А тут правда Айсберг немного заглел. Хотя Манта Стайл прожимает. И не боится ничего. Просто ничего. Сторону все-таки сломали. Там по-моему они оба барака успели доломать. Немного закрывает. Нет все-таки второй. Барак стоит. Казарма магов. Но казарма мечников она поважнее. Все-таки со следующим заходом можно просто между делом эту казарму забрать. И что? Мы видим 31 тысячу золота. Как ты видишь. У СФ. Какая же разница у него по сравнению со всеми остальными. Просто как боженька нафармил. Но при этом его одного файта все-таки оказывается маловар. Да, и время открыть байбеки. Стоит отметить, что байбекался только лишь Баратрум. У него байбек еще не успел откатиться. Ну и ждем. Ждем продолжения. А тут куму, кстати, по сборочке. Давненько его не видели. Да, му сделал себе грифсы. Грифсы. Такт пауэра Кримсон не стал делать. Возможно, стоит этим заняться вопросом. Но пока видим, он собирает себе алибарду что ли? Что-то к нему с Сашей летит. Посмотрим. Так-то Саша сама по себе сейчас хороша. Там что-то в курьере лежит. Но я думаю, что это, наверное, все-таки будет алибарда там особо. Да, алибарда, кстати, смотрится очень хорошо. И сырочка Мунага отдала, которая засейвила своей грудью рыбьей. Ну, напомним, что алибарда теперь замедляет. И вообще Сэнж замедляет теперь ровно так же, как Саша и Яша. Очень неплохо подняли этот артефакт. Ну и потихонечку комплексы все же должны попытаться сенсировать хороший файт. Вот это для них сейчас идея фикс. Без этого они, скорее всего, эту игру выиграть не смогут. Они уже потеряли барак. Они еще могут выиграть, как Салент. Салент подцепили. Салент прошел БКБ. Начинает высасывать урон из Спирит Бира. Ну дальше. На хейграунде. В невыгодном положении находится Флайт Умун. Не рвут ни в коем случае Дримкоил. Есть сюда Пит оф Мелис. Уходит Салент пока что на Форстафе. Ну дальше. Рубик, кстати, своровал. Ультимейт от Разора. Му просто всех увозит. Ой-ой-ой. Ну ничего не потратили с другой стороны ребята из Флайт Умун, кроме ультимейта, от Салента. Так что можно будет подраться довольно-таки скоро. Еще раз. Буквально через 35 секунд. Ну ультимейт от Салента. А уже Шторм. Кадешт не так-то уж и долго. Ну там при этом, правда, у него жира, мне кажется, маловато для того, чтобы с этим ультимейтом разруливать. И, видишь, Койл украл Сакса. Ну, что сказать. 21 уровень у Рубика Аганимчик себе делает. Гораздо более важно, что сейчас уже появилось у Медведя. Посмотрим, что он Мишку там себе наложил. Интересного. В самого Медведя Башер. Башер появляется, который сейчас тоже несколько изменился по сборочке. Несколько изменился по технике своего действия. Не пробивает больше Миссы, как это делал раньше. И Аганима так и не стал делать, что интересно. То есть он вообще не рассматривает вариант сплитпуша при зажатости на хайграунде. Как бы это злую шутку не сыграло. Ну, это, конечно, и так работает. Можно Медведя отправить и с Рейденсом. А там уже, если уже дела пойдут плохо, фармить Аганим. Но это потеря времени и часть возможностей. И Айдберг. Там, с другой стороны, влетает Юл Септер. Есть. И тут уже песня от Ноги Сирены. Хорошо. Окружать сейчас должны и Клакверка. Пит оф Мелис по двоим поставить спокойно можно. И тут уже Медведь, правда, опять Юл Септер. Ой, и Дрим Койл хороший. По четверым залетает. Очень неплохо отыграл Пак. Саленд. Дальше. Пытаться хоть каким-то образом жить. Очень много демажа по нему влетело. Сейчас прожимается БКБшка. Но Дрим Койл все еще стоит. Используется ультимейт от Айсберга. Пытаются хоть каким-то образом пробить Пака. Но Пак демажа не получает. Взрывают Медведя. Лимб. Вместе с всей командой комплекса. Сейчас потихонечку отхиливаются на Шрайне. Вообще здесь драться очень невыгодно для команды. Флайт ту Му. Но все же получается забрать Медведя. Дальше. Лимб. Лимпа. Попытаться будет забрать. И тогда, может быть, получилось бы зайти на их игра. Но это очень результативно. Нонграта идет дальше. Нонграта ставит очень неплохие Коги. Получается забирать Рубена. Рубен байбекается. Проблемы могут быть у СФ. Хотя нет. У него есть Сактаник. Пробегает Му. Но Му пробить не так-то уж и просто. Работают Миссы. Тут за спиной вся команда есть. Ну как вся. Остатки самых бравых в команде Флайт ту Мун. И СФ просто не убиваем. У него есть очень много жира. Очень много ХП. Брони зашкаливает. ХП зашкаливает. Демажи зашкаливает. И просто непонятно, что с ним делать. Кто его должен убивать. Как его должны убивать. И это вот с появлением Сатаника стало просто неразрешимым вопросом. Тут действительно очень хорошо к этому билду подошел Айсберг. И это дает ему возможность вот так вот нагло поступать себе в файте. Да. Забирают все-таки Сайлента. За Сайлента дали весьма-весьма немало золота. Вместе с Лишраком отправились в таверну. Эти ребята. Ну и Лимб. 36 тысяч. Есть. Господи. А вот это уже опасно. Хотя дабл демэдж. Может им еще 7 лица сломает. Но скорее всего ему лицо сломает. Но Хексу действительно хорошо сработал. Это все-таки 25 уровень. Сатаника прошла. Он убить не может. Он просто не может наносить урон. Отлично законтрил мусу его оппонента Салибарда. Боже мой. Ну это примерно то, о чем мы говорили с тобой минут 30 назад. То есть комплексити хороши в суперлейте. Из-за медведя. И из-за пака, который очень хороший талантик себе качает на 25 уровне. Давай посмотрим. Он его вкачал же, да? Да. Есть у него. Плюс 420 золота. Вот тебе и Хекс. Это у него еще и догон не появился. А так-то он будет в такой же ситуации гораздо быстрее расправляться. Тир-3. Будут пытаться заходить в комплексити. На байбэк развести. Самое главное байбэк выбить. Это большая потеря по деньгам Салин. Высосали. Немало урона. Остается пауза. Есть какие-то проблемы. Ну, будем надеяться, что все-таки в отеле интернет не будет лагать у игроков. Потому что сталкивались с подобными передрягами мы уже вчера. Но все очень быстро пофиксили. В этот раз, я уверен, что тоже мы с вами долго ждать не будем. 37 на 28 в это время счет. Мы можем открыть графики. 10 тысяч преимуществ имеется за командой Fly2Moon. И, в принципе, по ситуации, в которой сейчас находится Fly2Moon, можно поговорить чуть побольше, раз уж у нас стоит пауза. Да, действительно, сейчас байбэкаться наверняка все же придется. Того самого ShadowFind. Да тут, на самом деле, так и подбычил хорошо Салин, что уже и не хочется Колом заходить. Хотя нужно бы именить с хайграунда кого-нибудь. Очень быстро разбежались обратно. Имеется сон. Нельзя выходить слишком далеко, потому что зацепить тебя могут в любой момент. Есть также еще и ультимейт у Пака. Хотя сейчас ультимейт в кулдауне. Но сейчас прям-таки появится. Вот сейчас можно запрыгивать даже. Попробовать через ульту сыграть. Но грамотная позиция от Fly2Moon. Они держатся очень далеко друг от друга. Салин там влетает. Корни по нему есть. Салин теряет по хп. Но тут есть байбэк. Наконец-то они сделали это. Развели. Теперь нужно уходить отсюда. Есть песня. Есть. Салин. Проблемы. Все правильно делают. Зифрика фокусить нет. Никого нет. У Блэкинбара. Все улетели абсолютно. На байбэк все-таки смогли развести. Блэкинбар-то есть. Но прожать его под сном дело не самое легкое. Я слышала даже невозможное. Никто просто не успел перед этим прожать. Потому что прекрасно было понятно, что здесь будут пользоваться комбинации комплексити. И было бы неплохо прожать Блэкинбар и пробить Зифрика именно. Все правильно. Хотя с другой стороны, опять же, если прожимает Блэкинбар только лишь один СФ или один Разор, то начинаются проблемы просто за счет того, что они остаются одни против всей команды оппонентов. Не-не-не. Вот основную свою задачу комплексити выполнили. Они хотели развести на байбэк. Они развели. И неважно, спушили они там что-то, нет, они потратили шанс еще достаточно долгое время СФу наглеть. Потому что он без байбэка уже вряд ли захочет вот так вот нагло лезть под Т3 Тавер, там на бараке бычить, в файте заходить как-то слишком далеко, потому что потрачен слишком важный ресурс. И комплексити теперь уже сразу решили свою ситуацию в руки брать. И тут есть опять вылет. В этот раз уже очень хорошо накрыли. Как верха? Забирает. Правда, айсберг с даблдемажем. Опять второй раз подряд я вижу его с даблдемажем. Это БКБшечка. Теперь уже его не пробить. А как же тут Чейзи-то разваливается? Есть сирочек. Чейзи. Пока что живет. Ну-ка. Работает. Дэнснэйр. Зефрик кастует сон. Но Сайлент начинает пробивать уже под ним. Заканчивается Блокимбар. Но в СДМУ, наверное, всех не успеет. Будут драться. Будут драться дальше. Ризра. Пытается зацепить. 130 урона у него имеется. Зефрик просто моментально практически разрубают. Не получилось его добить до конца. Но фир. Могут быть проблемы. Цепляет СФ. СФ отхиливается абсолютно спокойно. От медведя. Ну и далее. Далее. Сайлент. Нужно жить. В любом случае умирать. Сейчас в данной ситуации нельзя. Цепляет. Пака. Пак. Отправляется в таверну. 107 секунд будет сидеть там. Но есть байбэк. Прожимается байбэк сразу же. Сакса. Улетает. Его не остановить. Да. Побежал. Побежал. Но как ты видишь, файт вроде как был долгий. Давай файт рекап посмотрим. Здесь было много всего. Но при этом совершенно ничего не потеряли. Флайт умона. То есть как начался файт с забора Клакверка, так там по сути больше потери никаких не было. Даже SF-шер ультимейт не нажал. И это теперь уже рефрешер-шарт. Это очень и очень полезно. Самое главное подумать, кому его отдать. Потому что если честно, мне кажется, что хорошо бы два Незерстрайка иметь. Или два Кукшота. То есть Сайленту нет особенного. Здесь не нужен, потому что все-таки тут кулдаун не особо-таки большой. 12 секунд всего лишь. Это да. И никаким образом не крушает. Но вот по поводу Розора, я думаю, что у него так быстро откатывается. И с учетом того, что он и в файте столько не живет. Хотя вот уже полегче стало немного с Eye of the Scud. Ну там можно просто несколько штук настакать. Вот и все. Разве только лишь за счет этого можно будет что-то пытаться придумать. Ну не хочется идти на Рошана. Теперь будет здесь таяние, потому что... Ну слишком уязвима и та и другая позиция при заходе Сакса. Так, так как раз бег пошел. Слишком, слишком далеко с Оллусом на флай зашел. Хотя здесь еще Монград со своим БКБ. Тут еще и зацепили. Зацепили. Вроде как на Уфира, но у него срабатывает его Айон Диско. Тут есть у него еще и корни. Он дамажит все это время, но тут один только медведь. Это в Питово. Офир все еще живет хорошо. Подстанели ему вместе с Рубиком. Рубика должны сейчас по-быстрому забирать. Все-таки никаким образом он не справляется с тиммейтом от Лишака. Зифрик пытается жить, но Зифрик увозит. Снова Андерлорд спасает своих тиммейтов. Прям весьма-весьма оперативно. Не было бы этой комбинации. Не было бы Наги, Сирены плюс Андерлорда. Да, уже давным-давно комплексы бы проиграли. Не-не-не, но уже потеряна песня. Уже 4 в 5. И это звонок, чтобы забирать Рошана. Песня им мешала сильнее всего. Очень далеко опять же улетели комплексы. И будут пытаться. Будут пытаться, возможно, что-то придумывать. Но на Рошане опять же без песни сильно ничего не придумаешь. Лимб просветил. Лимб увидел. Лимб понял, что он все-таки за тайминг здесь не сможет. Ну и далее. Так, Клакверк. Клакверк. Он не может из-за сломонов вцепиться в чейзи. Но медведя все равно закрывают. Этого можно попытаться забрать. Проблема вполне решаемая. Правда, сетка сейчас останавливает Салента с его дэмэджем. Но тут основательно за него взялись и разгонщики есть. А нового мишки нет. Нового мишки нет. Это огромная проблема. Лондруид без медведя? Не Лондруид. Лондруид это... Ну это просто кусок. Это Доминатор плюс Форстаф. А что было в том медведя там уже? Вот после Кераса уже не просматривали его. Ну да ладно, самое главное потом не забыть и посмотреть. И Му. Му тоже тут уже кажется не таким уже опасным и жирным. Тортикты там тоже не всегда хорошо. У него показывают свои силы. Прекрасно все понимают. Прекрасно понимает Flight to Moon. Нет байбэка у Пака. Какая же провальная ситуация для команды комплекса. Му цепляет. Нерзерайка работает. Пытается пробить. Пробивает Underlord. Underlord 100% умирает на нога. Поставила Сон. Му все-таки не 100% умирает. Но Салент. Правда здесь под Блоким Баром все еще живет. Будет пытаться пробивать. И Фрика. Неужели Flight to Moon заберут сейчас вторую игру? И закончится это Best of 3 противостояние с счетом 2-0. Это минус 4 без байбэка уже. И тут ясное дело ничего не поделаешь. К сожалению или к счастью. Для нас, разумеется. К счастью для наших СНГ работяг. Flight to Moon побеждает свою первую встречу в рамках групповой стадии. Неплохо начали. Это действительно стак очень подающей надежды. Хорошо расправляющийся с квалификациями. Хочется напомнить то, что Flight to Moon прямо на тоненького, на эпицентр прошли. Через безумную квалу. Там, где все матчи были в формате Best of 1 против любого желающего, с любого региона. И они там вытащили. Вытащили свое. И что ж, мы видим такую ситуацию. Давай посмотрим на графики, как там ситуация обстояла. Но, по-моему, там сильно не сдвигали их комплексити. И действительно, все держалось более-менее ровненько. Тут есть, конечно, кочки. Но они здесь ничего не решили. Но, на самом деле, здесь Лондруид мог пытаться играть через сплитпуш. Но он в Медведя даже не пытался собирать аганим. Он даже не хотел идти по такому пути. Но этот путь оказался ошибочным. Хороший масс-файт, но что-то не так пошло. Айсберг все-таки слишком много выфортнул. Слишком уж силен был этот персонаж. И дальше, опять же, с ним ничего не получилось сделать. Убили всего лишь три раза, учитывая, что есть Хекс. Учитывая, что тот же самый Лимб, получается, тоже мог его контролить. Извиняюсь, не Лимб. Му тоже использовал Лебарда для того, чтобы не дать отжираться Shadow of In 2. Ну и команда Fly to Moon проходит дальше. Точнее, получает очков свою пользу. Мы за них очень рады. Осталось им сыграть еще несколько матчей в группе А. А пока они по счету наравне с теми же самыми LGD. В общем, для СНГ сегодня хороший день. Я увидел радостного Вилата. Такое ощущение, что Na'Vi выигрывают. Нет, по-моему, они уже успели подслить. По-моему, 2-0 проиграли. Ой. Ой, да. Ну давай все-таки потом сейчас посмотрим, чем там закончилось по счету. Ну а пока стрим на этом канале на сегодня заканчивается. Завтра на втором канале будет идти вторая линейка из двух матчей. Ну а на первом будет весь самый эпичный эпицентр. Так что разрывайтесь на две части, смотрите то и то. А пока здесь музыкальная пауза. Прерыв ценой в сутки практически, наверное. Хотя нет, там начинается игра.